Что это такое? Ты решила волосами моими играть? Так, вот только волосы мои есть нельзя. Привет, я Аня, и ты на моем канале Magic Family. И как вы видите, сегодня снова нет со мной моих собачек и других животных, потому что здесь опять мой маленький котеночек, девочка, которую я спасла из канализации ночью. Если вы не смотрели эти видео про нее, посмотрите. Там есть видео, как я ее спасла, а также предыдущий ролик про ее первый день. Там я очень много рассказала про нее. У нас сейчас карантин, неделя, мы не можем общаться ни с какими другими животными и знакомиться, и поэтому никого здесь нет. Но скоро, очень скоро уже я ее наконец-то познакомлю с другими питомцами. Я думаю, вам будет очень интересно такое видео. Эта девочка очень активная у нас. Вот там монстрик, как я ее называю, а еще масявка, кисявка, малявка. А вы скорее подписывайтесь. Дай подписку. Дай подписку. Уже, если что, переходите. Вот такие вот две красивые маленькие розовые мисочки для еды и воды мы ей поставили в комнатку. Я ей выдала для игры еще, кроме мышки, вот такую вот совушку и три мячика легеньких таких, которыми она в своей комнате играет. Там у нее еще лоточек, чтобы в туалет ходить, или жанночка покемона уютненькая, в которой она спит. Ну, иногда она не только в ней спит. А если вы хотите видео, как я для этой малявки бешеной буду организовывать комнатку, свой личный уютный уголочек, а еще я положу туда такую штуку, игровую станцию для котят в виде божьей коровки, которую я покупала для щеночка. Короче, если хотите комнату котенка, ставьте лайк. Когда показывала в прошлый раз ее окрас, вот такие вот классные гольфики беленькие на обеих ногах, и вот такие вот перчаточки на ручках, половинчатую мордашку, серую полностью спинку и хвостик, я забыла показать. У тебя есть сейчас свои игрушки, зачем ты грызешь мои руки? Так вот, я забыла показать ее грудь и животик. У нее вот такая вот белая грудка, переходящая немножко на лапки беленькая и на шейки беленькая. А на животике я лично вижу что-то вроде белого сердечка, такого уже переходящего в белое светлое пузико. Да, Масявка? Трактор маленький. А глазки у этого бешеного тигренка желто-зеленого цвета, да? Лиса, Молиха... Где она? Также кто-то предлагает назвать ее Пушистик, Маруся. Кто-то почему-то предложил назвать ее Сержем. Будешь ли ты ее озвучивать? Конечно, на канале Мэджик Пэт она уже играла. Вот там монстрика. И я, конечно же, на канале Говорящих Животных буду ее озвучивать. Лара, Майя... Что тебе там не нравится? Чулки имя тебе предлагают или чулки? Сероушка, Серебрянка, Белолапка, Белогрудка, Пушинка, Лиска. Для улучшения пищеварения и работы желудочка и кишечника мы сейчас пробиотики добавляем в еду, чтобы в туалет хорошо ходила кошара. А еще каждый день мы обрабатываем уши, потому что у нас в ушах ушной клещ. И это видно невооруженным глазом. Ушки темные, грязные в этом клеще. И приходится их обрабатывать. А так они должны быть розовые и бархатные. Да, малявка? Вот, чешемся, да. И на канале, и в социальных сетях нам предлагали просто огромное множество самых разных имен. Одно из них, самое популярное, наверное, было Лаки. Но дело в том, что, кто не в курсе, у меня есть два хомячка. И одного из них, девочку беленькую, зовут именно Лаки. И мне кажется, странно будет называть и котенка, и хомячка одним и тем же именем в нашей волшебной семье. Поэтому я решила выбирать что-нибудь другое. Скажи, я не хочу, чтобы меня звали так же, как хомячка, да? Еще одно популярное имя было Хэппи. От слова счастье. Также были имена Луна. Что? Это телефон? Или Луной ты не хочешь быть? Ты сама будешь выбирать имя? Варежка, Печенька, Эми, Мунлай, Лили, Мими, Дымка, Милка, Китти, Маруся, Кира, Мася, Малышка, Манюня, Стрелка, Цветик. Для нее, мне кажется, очень подходит имя Стеша. Дымка, очень часто предлагают Дымка, я думаю, из-за окраса. Хана, как цветок. Да ж ты убегаешь-то, ты что, не хочешь имя себе выбирать? Хочешь безымянной остаться, Масявкой? Я думаю, что Мурка к твоему происхождению очень подходит. Но мне хотелось бы что-то более... Что такое? Очень часто предлагают еще назвать ее Китти. Ты хочешь быть Китти? Кармира, Гром, Коготок, Юлька, Багира. Я бы не хотела, наверное, ей подбирать имя какое-то такое очень грациозное. Потому что по мне она такая вот разбойница маленькая, вытащенная из канализации. И по характеру очень такая прям активная, быстрая, везде лазит. И мне кажется, имена из серии Матильда, Багира, Эльвира, они для нее слишком какие-то громкие, слишком грациозные. Короче, я выбрала вот такие вот варианты для этого маленького чуда. Мне очень нравится для нее вариант Милка. Он очень популярный, многие предлагали так назвать, но мне кажется, ей очень подходит. Вообще, Милка это что-то такое молочное. Или милая. А она хоть и не красотка, и не грациозная, но очень милая. Сокращенно ее можно будет называть Мили. Мили, 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 Мили. Уже для этой любопытной особы мне нравится вариант имени Мэйси. Так, Симка, как сим-карта. Ну или Сима просто. Сима. Симочка. Очень мне нравится вариант имени не Луна или Луна, господи. Как многие предлагали. А Мун. Мун на английском значит Луна, а так как мы спасли ее ночью, ей очень подойдет. Ну и вообще, мне кажется, ей подходит какое-то короткое, звучное имя. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Что происходит вообще? Еще мне очень нравится для нее имя Смайли. Как смайлик. Смайл это улыбаться. Она вызывает улыбку всем своим поведением. Как зовут это маленькое чудо? По-вашему. И, конечно, я буду выбирать имя Сама, как и всем своим питомцам. Я выбирала имена всегда Сама. Но у меня есть такое предложение для вас. Я выбрала определенные имена, которые нравятся мне, которые, мне кажется, подходят ей под характер, под ее активность, под ее желание все изучить. Короче, под ее внешность, в общем, я оставлю под буковкой Айя опросик, и туда вставлю имена, и проголосуйте про то, которое понравится больше всех вам из тех, что выбрала я. Ну и какой-то вариант из этих я уже выберу окончательным, и в ближайшем видео вам его объявлю. Кто ты у нас такая? Уже заснет скоро. Как можно было скинуть в канализацию это маленькое чудо? Как можно так обижать животных? Хотя что уж говорить, и людей-то обижают. Кстати, сегодня на моем канале Анимэджик Лайф видео про почему меня все обижают. Я не про себя рассказывала, а свое мнение об этом говорила, и рассуждала, как всегда, философски об этом вопросе. Так что, если что, переходите, смотрите. Короче, скоро увидимся в новых видео. Я не знаю где. Где? Где? Догадается где?